Венера прекращает ретродвижение, Меркурий начинает двигаться ретроградно, Пост, Экадаши, Накшатра, Пушья. Всё это ожидает нас на предстоящей неделе. А теперь давайте обо всём поподробнее. Неделя предстоит насыщенной. Причём главные события недели будут в начале, в понедельник, и в конце. Распределяться прям вот по всей длине недели. Не забывайте, пожалуйста, о том, что по-прежнему Меркурий движется ретроградно, внося свои коррективы в нашу жизнь. Где-то это может повлиять на нашу внимательность, где-то вы можете совершить ошибку или может произойти какое-то недопонимание. Но теперь давайте подробнее о том, что же на этой неделе предстоит. Хочу вам напомнить, что каждый из вас может заказать бесплатный, экспресс-нумероанализ, который расскажет про персональную прогностику на 2024 год и ваши нумерологические характеристики. Для заказа переходите на мой сайт. 4 сентября Венера заканчивает ретро-движение. И это к хорошим новостям. Для многих из вас этот период принес недопонимание, сложности в отношениях, увеличилось по статистике количество разрывов, разводов, каких-то возвратов в прошлое. Но этот период он не для наказания, он для того, чтобы мы проработали свои уроки. 4 сентября Юпитер начинает двигаться ретроградно. Венера передала эстафету. Юпитер ретроградит каждый год, это не происходит редко. И Юпитер влияет на такие сферы нашей жизни, как обучение, уважение к старшим учителям. В зависимости от того, где у вас находится Юпитер, в каком положении, там и могут быть какие-то проработки. К примеру, сложности в отношениях с детьми. То есть могут вас не воспринимать как родители. Если, к примеру, в девятом доме гороскопа. Или если связан с финансовым домом Юпитер, то могут быть задержки в деньгах. А если у вас хорошо расположен Юпитер изначально ретроградно, то наоборот, могут деньги, которые где-то застряли, поступить в этот период. Для того, чтобы узнать, как именно на вас повлияет этот период, если у вас есть какие-то опасения или запланированы важные дела, можете написать мне, я посмотрю, в каком доме у вас и в каком положении располагается. И сориентирую, что же может принести этот период. Из неастрологических и важных событий. 10 сентября нас ожидает Накшатра Пушья. Накшатра Пушья многими любимый день, когда вы можете с помощью одного банального действия привлечь в свою жизнь. Обновки, какие-то скидки, улучшения в плане материальном, но в большей степени вещественном эквиваленте. И всего лишь одно условие необходимо выполнить. 10 сентября не забудьте надеть одну любую вещь. Это могут быть носочки, это может быть какой-то новый наряд или даже аксессуар. 10 сентября нас ожидает пост Экадаши. Экадаши Аджа. Пост Экадаши относится к ведической культуре, но многие, кто его пробовал, могут отметить его сильное влияние. Что необходимо делать в этот день? Во-первых, нужно понимать, что этот пост будет направлен на улучшение семейных отношений. То есть, если у вас какие-то проблемы, и вы хотите привлечь благоприятную энергию для решения ситуации, то, пожалуйста, постарайтесь в этот день поститься. Необходимо отказаться от любого рода интоксикации, от пищеживотного происхождения. Но самое главное – это необходимо провести день в благости. Тогда он принесет свои плоды. Неделя предстоит активная. Многие из вас могут почувствовать такое движение, растущую скорость в событиях. Очень важно правильно распланировать свои дела, учитывая влияние ретроградных планет, и тогда ничего вас беспокоить не будет. Все будет во благо. Вот такая нам предстоит неделя. Надеюсь, информация была полезной. И до новых встреч!